Здравствуйте! С вами Ольга Пырочкина. И в ближайшие минуты я буду знакомить вас с теми, кто пишет законы. Субтитры создавал DimaTorzok На костре даже вкуснее получается. Две недели студенты Чувашского государственного педагогического университета и сотрудники Института гуманитарных наук готовят на костре и спят в палатках. Такова доля археологов. Впрочем, ребята не жалуются. Все бытовые неудобства компенсируются уникальностью находок. Все началось с того, что в 2016 году на берегу Архиерейского озера около села Тарлаша в Татарстане решили построить коттеджный поселок. Но во время земляных работ строители обнаружили человеческие останки. Прибывшие на место специалисты из Казани взяли пробы грунта, сопоставили исторические факты, и вместо строителей здесь теперь работают археологи и историки. Оказалось, что в 15 веке на этом месте было чувашское поселение, которое по Песцовой книге Казанского уезда 1602-1603 годов уже значилось как вымершее. Возможно, жители покинули свои дома из-за свирепствующей чумы. А может быть, поселение было уничтожено во время набега. Так или иначе, их дома сравнялись с землей. Темный слой – это провалившийся пол, рыжий слой над ним – то, что было печью. Это печная обмазка. Глинобитная печь, она обычно деревянная в основе, срубная, и сверху обмазана глиной. И вот эта глина в виде таких кусков сохранилась. А вот ниже – это уже само подполье, черное пятно вниз. И торчит эта кость. Это кухонные отбросы. Лошадь, корова, мелкий рогатый скот и челюсть свиньи мы определили. О чем это может говорить? Ну, если это действительно челюсть свиньи, хотя нужно дополнительное исследование, то это говорит о немусульманском населении. На то, что поселение могло быть уничтожено, в результате набега указывают, к примеру, найденные наконечники стрел. Еще среди находок – посуда и другие предметы. Это монетка Дирхем. Она была найдена в более верхнем слое. И на ней с двух сторон видите арабскую вязь. Почему такая монетка? Потому что она была обрезана. Она относится к началу уже ханских времен, к золотардынскому времени, когда наступал кризис. И поэтому нужно было серебро. Поэтому обрезали монету и отправляли на переплавку. Это у нас застежка сюльгама. Считается, что в начале 15 века такое носили только мордовские женщины, а уже в 16-м она распространяется на другие, как тюркские, так и у графинские народы. В 16-м веке на этом месте поселились другие люди. И там, где когда-то стояли дома, они стали хранить своих родных. Так образовался Тарлажский могильник. Что это был за народ, пока точно сказать нельзя. Судя по положению тел, это не мусульмане. Также в могилах почти не было инвентаря. Как это было принято у язычников. На христиан тоже не похоже. Глубина захоронения слишком маленькая. Глубокие захоронения приходят только в чувашский край, с христианством. Чуваши принимают... Христианство, да. Да, христианское погребение только в 19-м, 18-м веках. Когда кости видите, не страшно? Нет. Привыкла и даже не разу во сне не приходили. Все нормально. Теперь останками займутся антропологи. Мы впервые за, по сути, многие десятилетия так активно работаем на земле Татарстана, прекрасно понимая, что это наше наследие, это общее наследие. И, как Айрад Габитович сказал, здесь и взаимопроникновение культуры. Смею заверить, Айрад Габитович, мы хотим вступить, не вступаем в веру новых взаимоотношений между нашими учеными, между нашими институтами. И последующие исследования, я думаю, будут направлены на осмысление полученных, в первую очередь, результатов. Возможно, мы будем готовить презентационный материал в виде совместной выставки. Беспредельная надежда и энтузиазм. Вот главное богатство молодежи. Так говорил индийский писатель Рабин Дранат Тагор. С этой точки зрения самые богатые молодые люди у нас в Молодежной палате при Государственном Совете Чувашии. С ними встретилась председатель молодежного парламента при Госдуме страны. О том, что может молодежь, об этом далее. Когда я приезжаю в регион, очень часто возникает вопрос, вообще вот мы в Молодежном парламенте, а вообще кому-то это нужно, а вообще зачем мы это делаем? Я думаю, что наверняка в вашей голове тоже такие вопросы возникали. Если честно, такие вопросы возникали в голове у нашей съемочной группы. Про этот инструмент выращивания будущих политиков практически ничего не слышно. Что ж, исправляем ситуацию. Оказалось, на федеральном уровне ребята реализуют достаточно много любопытных инициатив. Одна из них – проект «Горжусь Россией каждый день». Молодые люди организуют в нашей и других странах тесты по истории победы над фашизмом и пополняют Википедию статьями о Великой Отечественной. Сегодня, когда мы приезжаем к молодежи зарубежных стран, они говорят, ну а чем вы можете гордиться в своей России? Вот только вы, говорит, все там, якайте своей победой, которая там 70 лет назад была. Вам же больше типа гордиться нечем. Но это, конечно, страшно. И вот от того, чем мы будем гордиться в будущем, зависит только от нас. Я хочу, чтобы вы действительно в это верили, верили в свои силы. В планах у молодежного парламента при Госдуме – организация электронной библиотеки, где книжные новинки можно будет читать бесплатно и работа над запретом рекламы казино в интернете. Как обстоят дела с законом о молодежной политике, спросили представители молодежной палаты нашей республики. На какой стадии, какую часть, ты понимаешь, все-таки молодежная палата в Государственной Думе в обсудении этого проекта? На моей памяти это уже 18-й закон, законопроект о молодежной политике, который вносится. И сегодня молодежная политика вот в России, как вы думаете, какое количество, ну вот в процентном отношении, какое количество молодых людей затрагивает. Это не мои предположения, те цифры, которые сегодня заявляет Росмолодежь. Сколько? Процент в вас. Меньше. 10? 10 процентов. 5-7 процентов. Вся молодежная политика сейчас свелась к проведению федеральных форумов, а так быть не должно, ответила Мария Воропаева. Закон будет полезен, если в нем пропишут, к примеру, меры поддержки молодых специалистов или молодых семей, причем одинаковые для всей страны, будь то еврейский автономный округ, Чувашия или Татарстан. ЕАО на поддержку молодых семей и своего бюджета на 2018 год по федеральной программе поддержки молодых семей выделяет всего полтора миллиона рублей. Не потому, что не хотят, потому что больше нет возможности. Полтора миллиона рублей всего. А республика Татарстан выделяет, допустим, 220 миллионов рублей. Да, чувствуете разницу. Но в условиях жизни в нашей стране получается, что если я живу в ЕАО, у меня меньше шансов получить квартиру, если я живу в Татарстане. Получается огромное неравенство. И вот этот закон, который должен появиться, я считаю, что он прежде всего должен гарантировать равные права для молодежи. Сегодняшняя встреча, это прежде всего обмен мнениями. В ходе беседы узнали, во многих регионах, их там 12, молодежные парламенты наделили правом законодательной инициативы. Мы изучим эту практику. На полтора миллиарда рублей увеличился республиканский бюджет. Деньги пришли из федеральной казны. О том, на что они пойдут, далее. Республиканский бюджет. Госсовет Чувашия в этом году уточняет уже второй раз. Сейчас в казну поступили 1 миллиард 453 миллиона рублей. Самая большая статья предстоящих расходов сферы образования. При текущем уточнении предусматриваются средства на строительство зданий 11 детских дошкольных учреждений. Новые детские сады появятся не только в столице. Я вот сама представляю Чебоксарский район. И вот в моем районе было очень много обращений именно с населенного пункта Большие Катраси. К сожалению, здесь не было уже давно детского сада. Вот сегодня уже с учетом этого финансирования у нас решается проблема. И будет построен еще один сад. Вторая по величине статья расходов здравоохранения. К примеру, почти 118 миллионов пойдут на капитальный ремонт больницы и поликлиник. 140 на покупку медоборудования. 92 миллиона на приобретение новых машин для скорой. Из 42 присутствующих депутатов 35 за изменения в бюджет. 5 против, еще двое воздержались. Решение принято. Это была программа «Законодатели». Ее автор Ольга Пырочкина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова